Приветствуем Полину, пожалуйста. Привет, привет. Знаете, сегодня до стендапа заполняла с подругой анкету на «Давай поженимся». Шутки нет, просто вон она стоит, обратите внимание. Знаете, я бы хотела встречаться с бомжом. Вы зря удивляетесь, потому что отношение с бомжом — это гораздо круче, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, с таким спутником вы всегда будете выглядеть великолепно, ну, как минимум на его фоне, да? Затем не возникает глупых вопросов к тебе или ко мне. То, что тут как бы один очевидный вариант, да, к нему, вот вы присели, вы уже у него. Затем бомж — это всегда приятный баритон. Но, несмотря на очевидные плюсы, у этого варианта есть один большой недостаток. На свадьбе он может вовремя не отпустить голубя. Знаете, шутки шутками, но вот я вам хочу похвастаться. Недавно я познакомилась с мальчиком на выставке, он красивый, обаятельный, и мы с ним ходили несколько раз на свидание, но потом он добавил меня в друзья ВКонтакте. И я видела, что у него шесть альбомов с голыми тёлками. Он репостит пацанский цитатник, и у него плашечка на аватарке, и они классные, и опасные. И он записывает любительский рэп. Похлопайте, вот у кого есть друг, который записывает любительский рэп? Видите, это страшно, это очень страшно. Просто мне кажется, что музыка в таком формате, она должна быть чем-то сокровенным, как исповедь или как молитва, то есть это должен слышать только ты и Бог. Причём желательно Дионис, потому что ему уже под бухлишко без разницы. И вот всё это я увидела, и я подумала, девочки, вот пока не было контакта, как мы вообще вычисляли мудаков? Спасибо. 16 октября был концерт Виктора Дробыша. Похлопайте, пожалуйста, кто на нём был. Мало, мало людей, всего один парень. Да, очень здорово. Но дело в том, что этот концерт назывался «Юбилей Виктора Дробыша будут все». Не кажется ли вам, что Виктор Дробыш пиздобол? Плохо помню секс с вейпером, всё как в тумане. Журналов «Лирт» больше нет. Приходится самой ложиться на капот и прижиматься дворником. Собиралась поучаствовать в боях в шоколаде, но не смогла влезть в упаковку альпенгольда. Не заряжая телефон, не хочу, чтобы все считали меня доступной. Хотела отсосать у мужика, но подруга увела его прямо из-под носа. Когда я была маленькой, незнакомый дяденька предложил мне на улицу конфетку. Но я сказала, что беру оплату только деньгами. Переспала с кавказцем. Сделала тест на беременность. Сто баллов. Один мой знакомый любит твикс, поэтому дрочит не вертикально, а сверху вниз. Предлагаю переименовать раздел российского в БДСМ порно «Въебать колотить». Спала с резиновым мужиком. Порвался гондон. Недавно парень сделал мне комплимент, что я очень хорошо работаю руками. Неудивительно, ведь у меня хорошо развита мелкая моторика. Однажды Ирина Яровая вызвала себе мужчину на ночь, но он отказался ебать ее без пакета. Мой парень не знал, куда кончить, но я взяла решение этой проблемы на себя. Спасибо.